Биокат, как биотехнологическая компания полного цикла, одна из немногих фармкомпаний в России, которая здесь, в Российской Федерации, обладает всей инфраструктурой, необходимой для полного цикла работ по созданию и производству препаратов на основе моноклональных антител. В нашем сегодняшнем сателитном симпозиуме наши коллеги-исследователи представят результаты клинических исследований трех из препаратов, которые были разработаны в компании. В своей же презентации я постараюсь дать небольшой обзор и тех лекарственных препаратов, которые в настоящее время находятся на более ранних этапах разработки. Но начну я, пожалуй, с того, чтобы объяснить, чем отличаются различные группы лекарственных препаратов, разрабатываемых нашей компанией, для того, чтобы у вас не возникало вопросов относительно того, почему подходы к их исследованиям и объем доказательной базы, необходимые для их вывода на рынок, отличаются. Биологические лекарственные средства бывают инновационные и бывают лекарственные препараты воспроизведенные. В случае препаратов биологической природы, они, конечно, не называются дженериками, они называются биоаналогами, поскольку, как вы знаете, точную копию биологического лекарственного препарата создать невозможно. Возможно создать лишь препарат с максимальной степенью подобия оригинальному препарату. И в отношении биоаналогов существует совершенно отдельный, особый путь доказательства их эквивалентности оригинальным препаратам, в котором я кратко остановлюсь в этой презентации. Что же касается оригинальных лекарственных препаратов, степень их оригинальности бывает разной. Есть так называемый биобета, это биологические лекарственные препараты, белковая часть которых идентична ранее одобренным препаратам. И существует отличие небелковой части молекул, будь то углеводные остатки или молекулы полиэтиленгликоля. К такого рода препаратам относятся, например, Нуаста, Нуастим, являющийся продуктом пигелирования, известного первого в классе препарата Аныпоген. К тому же к классу относятся и наша Экстимия, результатом исследования которой будет посвящен отдельный доклад. Есть так называемые следующие в классе препараты, которые по сути представляют собой оригинальные лекарственные препараты, которые имеют ту же самую мишень, что и препараты ранее одобренные, но отличаются от них по ряду своих характеристик. Примером таких препаратов, например, являются Понитумумаб и Цитуксимаб. Это препараты к одной мишени, но различные по своим свойствам. Это, например, Ниволумаб и Мпембролизумаб, которые оба имеют в качестве мишени антиген-ПД1. Ну и, конечно, есть истинные инновационные препараты, аналогом которых на рынке еще не было. Это так называемые первые в классе препараты. Что касается биоаналогов, как я сказал, подход к их исследованиям совершенно отличен. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным препаратам FDA создали свод рекомендаций, которые детально описывают структуру, порядок тех исследований, которые необходимо провести для того, чтобы подтвердить соответствие характеристик биоаналога оригинальному препарату. Это, прежде всего, большой объем сравнительных исследований физико-химических и биологических свойств. Только после доказательства полного максимального подобия всех критических характеристик биоаналога оригинальному препарату проводятся ограниченные доклинические исследования, очень подробные сравнительные исследования фармакокинетики и, если возможно, фармакодинамики с оригинальным препаратом. И затем проводится клиническое исследование сравнительной эффективности, безопасности и иммуногенности на одном наиболее чувствительном показании. Показания это выбираются таким образом, чтобы иметь наибольшие шансы продемонстрировать отличие безопасности, эффективности и иммуногенности в том случае, если они существуют. И если показана эквивалентность по одному наиболее чувствительному показанию, то считается, что и по другим показаниям, одобренному к применению для оригинального препарата, бионавок может применяться. Основной акцент, как я сказал, делается на сравнительных исследованиях критических характеристик качества, тех характеристик, которые могут оказать влияние на биологические свойства молекулы. Это, естественно, структура белка, это различные модификации, которые белковая молекула претерпевает в процессе ее синтеза в клетке, это примеси и функциональные характеристики. Структура, безусловно, это не только последовательность аминокислот, это и та сложная пространственная ориентация белковых цепей молекулы, которая представляет собой вторичную, третичную структуру белка. Это, безусловно, различные характеристики, связанные с зарядом белковой молекулы, с ее ориентацией в пространстве и так далее. И, как правило, только для доказательства идентичности структуры применяются комплексы с 10-15 методов, дублирующих друг друга, с тем, чтобы доказать, что никаких релевантных отличий по структурным свойствам у биоаналога нет по сравнению с оригинальным препаратом. Гликозилирование. Профигликозилирование – это характер тех углеводных остатков, которые присоединяются к молекуле белка в эндоплазматическом ретикуле после синтеза белка на рибосомах. И эта характеристика очень сильно зависит от способа производства белка, от той клеточной линии, которая применяется, от условий культивирования. И поэтому эти характеристики особо вариабельны между белковыми молекулами, в том числе и между сериями одного и того же оригинального препарата. Для того, чтобы доказать идентичность профиля гликозилирования, выполняется также целый комплекс методов, который призван подтвердить, что никаких существенных отличий, которые могут оказать влияние на функции белка, нет. Естественно, контролируются тщательным образом примеси, как те, которые связаны с деградацией белковой молекулы, так и те примеси, которые могут появляться в результате остаточных количеств веществ, используемых в процессе производства препарата моноклонального антитела. Ну и, естественно, фармакодинамические исследования инвитро – это те исследования, целью которых является демонстрация того, что биологические свойства белка, его способность взаимодействовать со своими мишенями и вызывать биологические эффекты в живых системах, идентичны. Это и различные свойства белковой молекулы, связанные с ее взаимодействием с антигеном, это и связывание с рецепторами различными, особенно, что актуально для препаратов моноклональных антител, способность вызывать цитотоксические реакции, способность связываться с различными тканями и так далее. Лишь после того, как проведен весь этот комплекс сравнительных исследований, согласуется с регулирующим органом дизайн клинического исследования сравнительного, и в отличие от исследований оригинальных препаратов, где главной целью является доказательство того, что препарат сам по себе эффективен и может в случае препарата для лечения онкологических заболеваний приводить к определенной выживаемости пациентов или выживаемости свободной от прогрессирования, В случае биоаналога основной целью исследования сравнительного является демонстрация того, что его терапевтические эффекты таковы же, как у оригинального препарата, поскольку эффективность оригинального препарата как таковая, она уже доказана. Поэтому для целей сравнительного исследования выбираются, опять же, наиболее чувствительные конечные точки, те, когда, по отношению к которым можно с наибольшей достоверностью доказать или опровергнуть наличие различий с оригинальным препаратом. И такой точкой является частота ответа опухоли на проводимое лечение, поскольку именно она отражает то действие препарата непосредственное, которое и ведет к редукции опухолевой массы. Те конечные точки, которые обычно используются для исследования оригинальных препаратов, это общая выживаемость, выживаемость свободная от прогрессирования, менее чувствительная для выявления различия между биоаналогом и оригинальным препаратом, поскольку на них оказывают большое влияние различные факторы, такие как та терапия, которая проводилась после завершения применения монклонального антитела, исходные характеристики больных и так далее. Основной акцент в исследованиях биоаналога также ставится на изучение безопасности. Необходимо доказать, что отсутствуют те непредвиденные, нехарактерные для оригинального препарата спобочные эффекты, которых можно было бы опасаться. Ну и, естественно, исследование иммуногенности. Необходимо показать, что при его применении биоаналог не вызывает большего чистоты образования связывающих и нейтрализующих антител, чем оригинальный препарат. Надо сказать, что до 2010 года в России отсутствовали, как таковые, четкие требования к исследованиям биоаналогов, и это привело к тому, что в России появился ряд лекарственных препаратов на рынке, по отношению к которым не было проведено необходимых сравнительных клинических исследований. Это так называемые копи-биологикс, препараты, которые нельзя назвать биоаналогами вследствие отсутствия сравнительных данных. Однако уже с сентября 2010 года законодательством в России требуется в обязательном порядке проведение сравнительных клинических исследований. С 2014 года появилось в Министерство здравоохранения руководство по экспертизе лекарственных средств, в которых практически присутствует перевод рекомендаций европейских в отношении необходимых исследований биоаналогов. А с 1 января 2016 года вступают в силу правила исследования биологических препаратов Евразийского экономического союза, которые, по сути, представляют собой аутентичный перевод всех рекомендаций Евросоюза, ICH, которые имеют отношение к биологическим препаратам. Таким образом, в настоящее время, можно сказать, что гармонизация требований к исследованиям биоаналогов с международными стандартами практически завершена. Надо сказать, что с 2014 года в России также и завершилась большая работа по созданию правил, надлежащих к производственной практике, так называемых стандартов GMP, в отсутствии которых, естественно, невозможно гарантировать воспроизводимое качество, стабильное качество лекарственных препаратов, особенно таких сложных в производстве, как биологических. В настоящее время действуют правила, полностью гармонизированные с европейскими, действует система инспектората Министерства промышленности и торговли, и Биокат одним из первых в этом году получил заключение о соответствии наших производственных мощностей, надлежащим стандартам производственной практики. Очень горячий вопрос, который я затрону лишь кратко, это взаимозаменяемость оригинальных и воспроизведенных препаратов, в особенности биоаналогов. Как вы знаете, вопрос взаимозаменяемости биоаналогов не решен до конца в большинстве стран, однако в настоящее время все больше и больше утверждается точка зрения о том, что в случае, если биоаналог прошел все необходимые сравнительные клинические исследования, то решение о смене назначаемого оригинального биологического препарата на биоаналог может приниматься врачом, и по сути такая смена в случае, надлежащая исследованного биоаналога, не представляет собой значимых рисков для пациентов. В настоящее время во Франции, допустим, законодательно уже закреплена возможность автоматической замены оригинальных препаратов на биоаналоги у пациентов, которые начинают курс лечения. Такие же порядки существуют в большинстве скандинавских стран, где замена, по крайней мере, у начинающих лечения пациентов оригинального препарата на биоаналог, в случае меньшей стоимости биоаналога, является обязательной. И уже в этом году большинство европейских регуляторов, здесь приведены скриншоты буквально нескольких рекомендаций, финских, голландских регуляторов, были приняты постановления о том, что в случае, опять же, доказанной терапевтической эквивалентности биоаналога, отдается предпочтение автоматической замене на его назначение, в случае его большей экономической доступности. В России, к сожалению, в силу особенностей системы государственных закупок, у врачей гораздо меньше свободы выбора в отношении того, какой препарат назначать, и это зачастую приводит к частой смене назначаемых пациентам лекарственных препаратов. И существует, конечно, проблема тех лекарственных препаратов, которые были одобрены еще до ужесточения регуляторных норм. Минздрав в настоящее время разработал проект постановления о процедуре установления взаимозаменяемости лекарственных препаратов, которая вступит в силу с 2016 года. И в ближайшие три года все ранее зарегистрированные лекарственные препараты пройдут такого рода проверку на соответствие уже более жестким, уже современным регуляторным требованиям. И начиная с 2018 года у учреждений здравоохранения появится возможность закупать лишь те лекарственные препараты в рамках одного МНН, в отношении которых установлена взаимозаменяемость, то есть в соответствии с современным регуляторным требованиям. Ну а то, что появление качественных, безопасных, эффективных биоаналогов это позитивное явление, говорит, к примеру, этот слайд. Как вы видите на примере препаратов колонии стимулирующего фактора, стоимость этих препаратов упала более чем в два раза, что привело к увеличению количества препаратов колонии стимулирующего фактора, потребляемых в стране, более чем в три раза. Более чем в три раза большее число пациентов начало получать более современные, более интенсивные режимы химиотерапии, что, конечно, не может не сказываться на результатах лечения. И еще одна новость, которую бы я хотел сказать в отношении биоаналогов. Может быть, вы слышали о том, что биоаналог препарата Ритуксимаб, биоаналог Моптерик, произведенный компанией Биокат, первый российский препарат моноклональных антител, в настоящее время поставляется по программе Семинозологий. И та экономия, которую государство смогло получить путем переключения на более доступный отечественный лекарственный препарат, составила более 30 миллионов долларов. Уже в настоящее время больше тысячи пациентов, получающих Ритуксимаб, перешло на использование российского биоаналога. И при очень интенсивной программе фармаконадзора, которую мы осуществляем, мы не зарегистрировали еще никаких непредвиденных реакций, связанных с переходом с Моптеры на наш препарат. И биоаналоги – это лишь начало развития нашей компании. В ближайшее время вы увидите результаты клинических исследований двух следующих биоаналогов, которые появятся в ближайшее время. Это биоцезумаб и тростозумаб. Но, конечно же, будущее компании в разработке оригинальных лекарственных препаратов. Я вкратце покажу вам те препараты, которых стоит тем коллегам, которые принимают участие в клинических исследованиях, ожидать уже в следующем году. В настоящее время мы завершили разработку антитела к ПД-1, которая не уступает по своим функциональным характеристикам неволомабу. И буквально во втором квартале 2016 года это антитело должно пойти на клинические исследования. Помимо ПД-1, на более ранних стадиях разработки находятся еще несколько препаратов, которые будут применяться в комбинации для иммунотерапии и онкологических заболеваний. Это антитело к ПД-1-лиганду, антитело к ЛАК-3, которое должно снижать активность регуляторных Т-лимфоцитов у онкологических пациентов. Это антитело к 4-1-BB антигену, которое должно активировать эффекторные Т-лимфоциты. И антитело к CD-47, которое должно снимать блок с фагоцитирующих клеток, что тоже важно для терапии онкологических больных. И еще одно направление, по которому у нас есть очень хорошие результаты, это разработка так называемых бесспецифических антител. Возможно, вы знаете, что эффективность антител к IGFR и к HER2, эффективность цитуксимаба, тростозумаба, ограничена тем, что у ряда больных при блокировании этих рецепторов идет альтернативный сигналинг активации опухолевых клеток через антиген HER3. И нами разработаны бесспецифические антитела, которые блокируют одновременно и HER2, и HER3 в данном случае, которые показывают на порядок большую эффективность, чем тростозумаб в случае HER2-позитивных опухолей. И антител к IGFR и HER3, которые также показывают, по меньшей мере, на порядок большую эффективность, чем антитела просто против IGFR. Мы предполагаем, что двойное блокирование этих мишеней позволит значительно увеличить эффективность терапии как и раз позитивного ковректального рака, так и HER2-позитивного рака молочной железы. И еще один препарат, который выйдет в клинические исследования в самом начале следующего года, это малая молекула, ингибитор циклин-зависимых киназ 8 и 19, который обладает очень большим потенциалом для терапии гормон резистентного кастрации рака предстательной железы и эстроген позитивного рака молочной железы, устойчивого к терапии первой линии антигормональной терапии. Собственно, вот на этом слайде я бы хотел остановить свой рассказ. Я очень надеюсь, что через год, когда мы встретимся на этой же конференции, мы сможем с вами поделиться уже первыми результатами исследований новых лекарственных препаратов, а не только рассказом о биоаналогах, которые, безусловно, очень важны, но являются лишь первым этапом в развитии компании. Спасибо вам. Да, спасибо большое. Спасибо.